Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. На улице поклонников слонеж перевернулся, если и не большой грузовик, то такой вот пикапчик с вкусностями неожиданно, но мы заполучили нового демона, даже двух. Ну, это опять же будет дуал кит, как я понимаю. А, сегодня живое включение, быстренько пробежимся по новости. Вышел-то она 19 апреля, но тут были у нас и другие занятия и задания, поэтому пробежимся по новому демону сегодня. Живое включение, поэтому за какие-то оговорки, сбивки, как обычно, прошу прощения. Итак, никто не ожидал, но в нашей цепке лапы, правда, пока только в Age of Sigmar, ну, конечно, зачем же делать детей императора для сороковника, да? Кому нужны они, да? Кому нужны эти парни? Мы заполучили, в общем-то, нового демона и даже парочку демонов. Ну, это дуал кит, собственно, как я и говорил. Очень неожиданно, но давайте пробежимся по миниатюре, благо меня попросили, как обычно, прокомментировать ее внешний вид, впечатления. Честно, очень понравилось, здорово. Классная мига. И здесь, я понимаю, поскольку это будет дуал кит, скорее всего, вряд ли они будут разбивать по разным коробкам. Здесь отражение двух аспектов слонеж. Как бы ярости, то есть, это, как ни странно, да, хотя это прерогатива к Хорну, но, скажем, не ярость, а любовь к такой изысканной, но тем не менее буйной резне. Этот аспект будет представлять вот эта миниатюра, а аспект коварства, соблазнения, магии и наложения чар, вот эта прекрасная миниатюра. Собственно, две вот таких вот красавицы-феи на таких крылышках, очень изысканных, очень будоражащих воображений, очень соблазнительных, прекрасные миниатюры. По размерам они, скорее всего, будут даже больше, чем грейтеры, или сравнимы с ними, но все-таки повыше за счет крыльев. Вот, собственно, это аспект ярости кровавой бойни слонеж, такой бескомпромиссной резни, хотя, в общем-то, ярость, это, как я уже говорил, прерогатива к Хорну, но, тем не менее, это такой воинский аспект слонеж. Проявление воинского аспекта слонеж. Красивая миниатюра, очень удачный покрас, цветовая гамма тоже выбрана здорово для крылышек. Не стыдно поставить такую миниатюру даже на полочку, будет притягивать внимание людей, которые вообще не знакомы с миром. Вархаммер, он скажет, что это такое. Ну, правда, заподозрит вас, наверное, в увлечении какой-либо темной магией и другими нелицеприятными вещами. Ну, кого это волнует? Здесь у нас отражение чар, коварства и соблазнения слонеж. Это у нас Дексеса, а это Сенеса. В общем-то, два брата-акробата или две сестры-красавицы. К тому, как больше нравится. Если сравнивать именно миниатюры, да, вот какая больше нравится. Опять же, повторюсь, они реально очень классно сделаны, мне понравились. Я прям аж на них подзалип. Конечно, мне вряд ли понравится их цена, сколько они будут стоить в нашей валюте. Но что поделать. Не мы такие, жизнь такая. Если сравнивать по впечатлениям, по ощущениям, какая больше миниатюра понравилась, вот эта или вот эта. Все просто. Здесь мне больше нравится цветовая схема, больше нравятся крылья. Крылья вообще симпотные. Вот эти крылья нравятся куда больше, чем крылья этой миниатюры. Но здесь мне не очень нравится голова. Вот это голова боевого аспекта, а это аспекта магии. Вот я бы сделал вообще на самом деле, но это будет не по визивику, а с другой стороны. Господи, кого это волнует, Вейджа Сигмар, ну честно. Главное, что просто общий концепт похож. Я бы вот сделал, как я бы использовал вот эти крылья, но поменял бы голову. Потому что это мне не очень нравится, а вот это куда симпатичнее. Так что вот эти крылья, такой покрас, а вот голову я бы поменял на вот этом. Как-то это совсем не заходит. Но правильно это отражение аспекта ярости, поэтому то поделать. Но вот эти крылья, повторюсь, мне нравятся меньше. Хотя, именно как сделаны руки, конечности, мне нравятся больше вот здесь. Так, я так понимаю, что это такая определенная подготовка все-таки. Я надеюсь, да, это опять мои бредни по поводу Empires Children. Что это такая определенная подготовка к выпуску фулгрима все-таки. Потому что у нас есть Сигвальд обновленный, Вейджа Сигмар. Ну, у которого, если взять верхнюю половину и прикрепить, не знаю, там, к хвосту тригона, то получится такая неплохая конверсия фулгрима. И здесь получаем такую вот красавицу с ветеватыми рогами и четырьмя замечательными и изысканными ручками. В принципе, я думаю, что пора уже ждать фулгрима. Ну, вернее, как мы его уже ждем очень-очень-очень-очень-очень-очень долго, но это все. Да, выходит, обновление второе уже для кодекса Десгварда на Дети Императора имеют то, что имеет старый смоленой апгрейд пак. Он у меня есть, но это господин Файнкаст, и вы ему уже лет 20, наверное. Вот как бы ничего вас не смущает, что есть апгрейд уже второй кодекса для Гвардии Смерти. Куча миниатюр для Гвардии Смерти, еще новые миниатюры для Гвардии Смерти. Нет, я только рад. Как бы Гвардия Смерти этого заслуживает. Но у них не кажется странным, что для Кохорнитов есть старая коробка 20-летней давности, а для Детей Императора вообще только смоленой апгрейд пак. Ну, серьезно. Ладно, это грусть, печаль. Ничего страшного. Переживем. А миниатюра, а огонь? Если не 10 из 10, то твердая восьмерка точно. Я бы даже оценил, как вот это 8,5, а вот это восьмерочка. Но это лично мое, скажем, такое субъективное мнение. А что думаете вы? Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok